Всем привет и хорошего воскресного дня! Я сейчас нахожусь на бульваре в Инулецку-Бадоне, 47 через дорогу от меня парк Кафедрального собора бывший парк Победы Ну я смотрю здесь сядут у нас сотрудники полиции да? А дальше я наблюдаю у нас обратно шлагбаум подняли и на площади Кафедрального собора полный бардак творится Господа полицейские Вы являетесь сотрудниками патрульной полиции или от комиссариата? Патрульная? А? Машины на площади Кафедрального собора вас не смущают? Согласно правилам дорожного движения машины не имеют права находиться на площади Кафедрального собора разве что у них есть авторизация для разгрузки-погрузки Можете показать документы которые вы мне сейчас хотели показать? Ну вот у вас шоврыки вы мне сейчас хотели показать этот документ якобы есть разрешение на машины на парковку возле Кафедрального собора так я понимаю? Да А можно увидеть какие номера машин там? И с какой целью они там паркуются? На что у них есть разрешение? Господин полицейский Это что? Закрытая информация или она в свободном доступе? Это закрытая информация? Тайна какая-то? Господа полицейские я к вам обращаюсь Так вот я являюсь активистом гражданским мы боремся с нарушением правил дорожного движения Здесь знак 3.1.1 Проезд любому транспортному средству запрещен Кроме Можно я закончу мысль? Кроме экстренной службы в помощи это пожарная скорая либо полиция либо служба, которая выполняет здесь какие-то работы либо если есть авторизация для разгрузки-погрузки Вот я смотрю у вас документы Это что за документ? И на что авторизация дана? На парковку у Кафедрального собора? Либо же, а можно я посмотрю? Я могу с этим ознакомиться? Почему нет? Это в свободном же доступе Ведь так? Что, серьезно? А где это прописано? Каким регламентом закона это прописано? Что данная информация она не может быть доступна любому гражданину, который подходит и интересуется? А зачем Дойна? Вот вы здесь и вот документ у вас в руке То есть у них именно авторизация именно на парковку Только именно на парковку и прямо у Кафедрального собора? Смотрите, я вам объясняю Машины припаркованы на площади Кафедрального собора не в этих карманов а на площади Что, дали авторизацию парковаться на площади прямо у Кафедрального собора? Можно я посмотрю документы? Я его фиксировать не буду Я просто почитаю, на что там дана авторизация Я имею такое право Я не буду фиксировать Видите, я камеру в сторону увел Видите? Где написано, что они могут парковаться? Нет, я не вижу, что им разрешено парковаться там на площади Кафедрального собора Можно почитать им на место где им дано разрешение парковаться у Кафедрального собора Я здесь вижу просто фамилии и имя Больше ничего Я не вижу печати подписи директора НСП Вообще ничего не видно Это как так понять? Это что за интересная авторизация которая не завизирована нету печати нету подписи Вообще непонятный лист какой-то Ну как понятно Мне вот лично непонятно как гражданину этой страны Он следует нам, он следует вообще Аколу искрит Какого не миг, но искрит Нума фамилии Фамилия номера Ни шном ради машины Но искрит Аколу Так вот вопрос А что за авторизация парковаться у Кафедрального собора Я понимаю, вот этот карман Я согласен Там предусмотрены карманы парковочные Но не на самой площади Господа полицейские Можете объяснить мне? Вот я такой непонятливый Несмышленый гражданин Подождем Вот я поднимался по Баналевску подрону По проезжей части Увидел вас И увидел шлагбаум Мимо машины у Кафедрального собора Именно прямо у него будет Разрушение Авторизация Авторизацию выдает только Примарк города Хорошо, вот смотрите Авторизация это от кого выдана? Да, в Аску Да я угрозу Я угрозу Я угрозу У ней просипа Ротату Листы Коренари Нешан 7 Да я угрозу Я угрозу Да че я лнула Войтрюбщибы Да, я вообще Нормал ворбец Я новую Я угрозу Менешай глаз Я ворбец Да, я контролирую Я угрозу Я угрозу Еще есть авторизация Паркаться машиной Дреб пиаца Лацебор Кафедрал Да, вот мне это интересно Вот мне интересно Это как Что за авторизация Парковка И через сколько он подойдет? Пищик А А, вот Просто я много раз Делаю здесь рейды То, что гадят площадь У кафедрального собора Машины гадят Просто плитку ломают Масляные пятна остаются Потом мы кипишим Что у нас город грязный Зачем не опил он Ну, дой Так и восьминтеза ищет И у кину В щеневая Деноргане И у факт Постоянно опил Так и восьминтеза ищет Дичью трюсфак Опил лаусу Здравствуйте 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 Вот у меня такой вопрос А что, есть авторизация На парковку На... Да Именно Можно почитать? Именно авторизация Прямо на парковку На площади Я могу понять Эти карманы Да, согласен Вот подходите В церковь Находите Не, мне церковь не Вот вы как сотрудники полиции А, да У нас есть письмо Есть письмо Которые нас попросили Чтобы мы Организовали здесь И припарковали Все автомобили Вот в ту сторону То есть в ту Но не в ту сторону Там Вторый приезжает батюш Потому что 120 батюш Со всех Со всей Молдовы А пешком батюшки Ходить не могут Ну, смотрите Можно разрешить Вот здесь вот парковку Временно Нельзя Можно Нельзя Потому что блокируется Транспортный режим Нет Три полосы Свободные всегда Три полосы Действуют Вот это Далее Вот, пожалуйста Мы вот Всем машинам Нет, документ Именно Нет, так и у вас Должен быть Такой документ Ну, как Должен быть у сотрудников полиции Которые регулируют Дорожное движение Вот здесь у нас даже будет Работные Вот как делают Работы на дорогах Мы тоже должны иметь документ Что у них Что они делают Работные Правильно Дорожная работа Чтобы вы были в курсе И здесь Тоже самое У вас тоже должен быть Этот документ Ну, как вы смотрите Вот Нам Организатор Курсет Организовал Дал лес Вот мы Как может Убедиться Что это Именно Те лица Которые Завизированы В официальном документе Вот смотрите Смотрите У меня был Вот сейчас Обещаю У меня на Буйканах Парк Вали Морилов Был случай Дали один лес А заезжали другие машины Когда приехал Директор НСП Он был просто в шоке Вы это знают Да Вот тем более Вы знаете Что были машины Которые не были завизированы И был тогда Недопонимания Смотрите Там было Другое мероприятие Здесь Другой мероприятие Одно и то же мероприятие Машины паркуются Публичных местах Другой мероприятие Там был концерт Там кричило Кто захотел А здесь Именно все По списку заехали Которые вот в этом списке Ну Насколько я знаю Авторизация Нам дается Для разгрузки Погрузки Там Ну никак Не для парковки В таких вот местах Это у нас Какое-то нововведение Вышло По закону Я знаю Что у нас Авторизация Даже Должны выдаваться Согласно Правилам Дорожного движения В таких местах Если даже Так взять То что Держится Вот Это парковка Да Это конечно Может быть Для батюшек Да Я не могу Здесь Нету там Парковки Никакой Нет там Там идет Публично Мы делали Запрос В дирекцию Транспорта Да И получили Ответ Что Что Вот здесь Вот Данный Пожарный Заезд Являются Временные Парковочные Карманы Для каких-то Определенных Мероприятий А вокруг А площадь Вокруг Кафедрального Собора Является Муниципальной Сообщенностью Там неправильно Отвергали Часы Основаны Не кафедральным Собором И они не относятся Кафедральному Собору Курант Это курант А часовня Это Это часовня Да Я понял За курант Часовня Это относится К кафедральному Собору Я согласен Вот это колокольня Это к ним Относится Как это колокольня Она Относится Вы же мне сказали Только что Что вам Не знаю Я за куранты За куранты И площадь Вы на только что Сказали Что вам дали документы Что вот Смотрите Часовня И шоу вокруг Часовни Две разные вещи От лестницы Нет Это муниципальная Собственность Часовня Где молятся Это относится Кафедральному Собору Но сама площадь Не относится К Собору Кафедральному Это муниципальная Собственность Потому что Это муниципальная Собственность Вокруг Кафедрального Собора Это все Муниципальная Собственность Не нужно Есть официальные Кадастровые Карты Плана Города Что Где Относят Это официально Заверено Завизировано Все Официальный Документ Что серьезно Показывают Прямо Показывают Показывают И эта площадь Относится Не кафедральному Собору Вот смотрите Машины там Оформляли Вышел батюшка Говорит Это наша Собственность Ему сотрудник полиции Покажите Где находится Ваша Линия Когда машина Отсюда Оформляли И хотели Эвакуировать Пару недель назад Батюшки Очень сильно Были недовольны Мол Они говорили Что это Наша территория Им задали вопрос Покажите документы Что именно Вот эта площадь Это ваша территория Они сказали Мы извиняемся Это не наша территория Наша территория Вот церковь И вот эта парковочка Когда идут мероприятия Не больше Не меньше Но сама площадь Это не Ихина площадь Потому что Оттуда оформляли машины Я говорю За эту же площадь То же самое Я говорю За площадь Я говорю За площадь Сейчас Кафедрального собора Я вас понял Разберем Сейчас служба Закончится В церкви Выйдет администратор Церкви А если кого-то задавят Там дети гуляют Сотруднику полиции На ногу наехали Вам видео показать В интернете Прямо сотруднику На ногу наехала Одна бешеная Мадам Лезла мне в камеру Потом орала Я юристка И сотруднику полиции На ногу наехала Мы опять уже начинаем Наедет Так наехала сотруднику Она даже не хотела Ему документы передавать Сотруднику полиции Девушка милая Милая была на вызове Оформлялись здесь все Причем здесь Вы начинаете об одном Как я говорю За площадь Кафедрального собора Что? Я говорю об этом же Вот Об этой же площади Я не ухожу Ни в какую сторону Ни в какие темы Я не затракиваю Кроме площадь Кафедрального собора Вот именно площадь Хорошо Сейчас закончим Служба Сейчас разберемся Подождите С нами Служба скоро закончится Я вообще ехал В другую сторону Просто увидел Вот стояться Да не Я схожу на улицу Пушкина Потом подойду назад И хочу посмотреть документы Я здесь на месте Вы не переживайте Да Вот такой вот у нас диалог То есть документы здесь Без печати Без подписи Просто какая-то Ксерокопия Чего-то непонятная А сам документ Не у сотрудников полиции Как-то странно Обычно у сотрудников полиции Есть копия документа Официального А тут какая-то ксерокопия С фамилиями Даже номеров машин нету Что очень странно Номера машин Должны еще присутствовать Знаете Авторизация дается Номер машины На кого она завезет И если есть разрешение Мы все прекрасно знаем Что дается И как дается Да Но номера машины Я не вижу Ни одного номера машины Я там не увидел Ни под одной фамилией Ни под одной фамилией Есть же фамилия Главное что есть фамилия Главное что есть Водитель автомобиля Как вас зовут Такое-то Предоставьте документы Вот То есть дается авторизация На человека Или на заезд на машину Я вам сказал Подойдите вот туда Где закончится служба Авторизация На что дается На транспортное средство Есть соглашение Здесь согласовали Метрополит согласовался Из полиции Из примарии Все Им дали разрешение Все Если бы не было такого Мы здесь бы не стояли Для чего здесь стоит полиция Бардак непонятный Для чего здесь стоит полиция Бардак То есть Машины проверять Не по госномеру Который дается Авторизация А по фамилии Мы все правильно проверяем Так я могу быть На какой угодно На машине Ведь же авторизация Вы дается На заезд Транспортного средства Сюда Не на человека Человек пешком Ему авторизация Не требуется Чтобы прийти В кафедральный собор Человек С какого района Едет На чем ему ехать Приехал сюда На общественном транспорте Междугородном Сил на троллейбус И пешочка Общественный транспорт У нас как голая И что Или с бричан А что Он не знает Как найти Языка нет Он не знает Гугл карту Забил Окей Гугл Или у нас батюшки Не такие У нас батюшки Разъезжают на Бэнкли На Брабусах На Порше На Тойотах Последняя модель Которая стоит За 90 тысяч евро И они не знают Как пользоваться Общественным транспортом Господа полицейские Не смешите меня Если он с Кагула Он не знает Как пользоваться Общественным транспортом Не Ну вы сейчас говорите Раз он с Кагула Он не знает Как пользоваться Общественным транспортом А в Кагуле А нет общественного транспорта Там троллейбусы тоже есть Вы сами сказали Батюшка с Кагула Не знает Как пользоваться Общественным транспортом Я не сказал такого Я вам просто сказал Как запись идет Если человек едет ему как добраться общественным транспортом все же автовокзала троллейбусы ходят прямо сюда в центр такси заказали на крайняк кто не знает как такси вызвал это видео они уже видели видео они даже говорили что будут ставить свечки чтобы я сдох прямо так мне сказали батюшки до представляет вот такие вот у нас батюшки то что их оформляют так что мне неинтересно мнение батюшки мне интересно то что вот у нас сотрудники полиции непонятно как ну делает но через раз а вот так посмотрите он вы уверены что именно человек что сюда без машины пешком не может прийти может может и не нету откуда он приехал сюда но это наверно уже знаете и знаете есть такое понятие олень и марик у кого и лени и марик у кого на да да киос приот а по и передо мной должны все кланяться как мне один сказал туда батюшка ты что я же батюшка я говорю я рад за вашего батюшка так что я меняю у нас авторизации выдаются налево и направо кому не попадя и как попало вот плитка будет испорчена потяже все это может потому что то брусчатка я вам не предназначена для машины вам дал предложение что вы остались со мной рядом я не буду сидеть ждать здесь до пяти вечера службу никогда пяти вечера будет идти так вы подождите до пяти вечера задержать я вызову администратора предоставить все документы они то что мы скажем не обязана вам показывать землю ничего страшного они то сама скажу не обязана вам подавлялся люб всем не обязаны пока вот так как и вы тоже вот ваших господа полицейские не хотели мне показать документ начали его прятать прямо запись шла когда я с ними держал диалог группа к жите пожалуйста фиксировать даже не было сказали да вот господа обстоятельствовали сказали не обязана вам показывать и не будем показывают сами полицейский нет они прятали документ вот так вот легко не хотели его показывать ну вот так они я им добро это счет секретной информацию сказали да запись шла запись диалога идет до сих пор представляете вообще полица ладно вам удачи но просто вот если вы смотрите вот то тротуар правильно вот если я там буду стоять и машина будет на меня ехать кто у кого там приоритет будет вот как вы думаете у кого приоритет у машины ли у человека нет и вот просто гуляют там вот я иду и на меня есть машина машина там сотрудника полиции давила на рейде до вечера прямо на сотрудника полиция наехали то есть смотрите это чтобы вот это все машины там батюшек стоят очень сильно сомневаюсь очень сильно сомневаюсь что машины только батюшек хочу посмотреть тоже будет выезжать какие же батюшки здесь то есть авторизацию дали для 120 батюшек то есть со всей молдовы приехала 120 церковных служителей но и будем мы наблюдать здесь батюшка едет в машине нет батюшка до машинка не из дешевых но это батюшка вот тоже батюшка вот еще батюшки вот так вот у нас батюшка можно нарушать правила дорожного движения блин я просто фигере скажу я туда посмотрю что там творится у нас я в шоке ладно я могу понять здесь дали авторизацию паркуйте здесь блин какие машинки есть тут а дорогие у батюшек это интересно они что им батюшка подарил или же они намолили у бога эти машинки смотрю volvo тут тойоты хорошие еще тойоты вот еще тойоты батюшки говорят что они бедно живут очень сильно сомневаюсь вот x5 здесь даже есть у нас батюшки бедно живут ну там машине тоже батюшки с кем-то приехал ну что поделать вот так вот у нас в стране просто бардак какие машинки тут недешевые у батюшек давно спать стрек вот это вот у нас служители господа иисус ходил в рваной одежде и пешком у него даже ослика не было чтобы он ходил от храма к храму ходил пешком а у нас батюшки на машинках разъезжают они пешком ходить не могут нашел блин как мы пешком будем ходить нам же пешком ходить нельзя блин религия не позволяет мы же служители бога тут даже у батюшек есть свои водители представляете у батюшки есть водитель хорошие служители у бога здесь а батюшки с собственными водителями интересно за какие бабки они содержат своих водителей вот это вот неинтересно блин и все-таки ух упитанные ну что ж вот такой вот небольшой репортажек я снял батюшки с собственными водителями так и назову репортаж а